Добрый день дорогие друзья, мы в прямом эфире Прима Медиа Лайв. Сегодня у нас в гостях Андрей Островский, главный редактор новой газеты во Владивостоке. Добрый день. Здравствуйте, спасибо, что пришли, Андрей Ильич. Мы сегодня хотим вот как-то так подвести итоги уходящего года, хотя еще неделя до нового года и как вот смешной случай мне рассказали, русский репортер вышел с итоговым номером в декабре и итоговым номером за 2013 год, но к сожалению они вышли на один день раньше, как Ходорковского освободили. Вот вообще итоги года. 31 декабря еще какой-нибудь тунгусский метеорит упадет, кто об этом успеет рассказать, да? Это же непредсказуемая жизнь. Как вообще к итогам относитесь, вот к подведению итогов? Это нормальная вещь на самом деле, потому что человеку свойственно подвести итоги, да, в 20 лет, 30, 40, там не знаю, я отмечаю юбилей какие-то, еще на совместной жизни, это нормально. А к новому году все мы какие-то итоги подводим. Единственное, что их можно разнить, да, можно есть какие-то личные итоги, семейные, да, есть там коллективы, в которых ты работаешь, есть город, есть край, есть страна, как бы, можно, то есть смотря какой уровень досмотра, что называется, уровень, на который мы общаемся, поэтому итоги самые разные, а почему же их не подвести-то, это, мне кажется, вполне добродетельное занятие. Я, в принципе, накидал здесь несколько событий за год, какие, честно говорю, не вдавался особо в подробности, какие вот пришли не на ум, начнем с января года, раз уж подводить итоги, так уж по полной, считай. Вот в январе начался процесс над приморскими партизанами. Который вот-вот закончится. Вот-вот закончится, но непонятно как, да, видимо, что у нас, говорят товарищи, присяжные заседатели? Они настроены очень интересно и странно, на мой взгляд. Ну, настолько я понимаю, наше судопроизводство, мы не вправе сейчас обсуждать позицию присяжных заседателей, тем паче они как-то воздействуют. Вот, ни в коем образом. Да, это ни в коем образом нельзя делать. Просто уж очень неординарный процесс. Я так сходу, ну, как бы, вот я часто бывает говорю студентам, да, когда говорил, когда преподавал в университете, что ничего нового вы никому не расскажете, придя в журналистику. Все уже было. Падали самолеты, были кораблекрушения, к сожалению, были адюльтеры семейные, скандалы, снимали с должности губернаторов, падали метеориты. Все уже на самом деле было. Ничего нового вы не расскажете. Единственное, что если вы доживете до второго пришествия Христа, так главное будет вторым. Потому что про первую же рассказали первые четыре репортера. Марк, Ан, Лука, они же рассказали первые репортеры о первом пришествии. Также здесь, вот, понятно, что, к сожалению, убийства и прочий беспредел происходит постоянно, на той существует прохранительная система, иначе бы она была не нужна. Но вот такой процесс, вот так сходу, да, аналогию не подберешь. А во всяком случае здесь, в Приморье. Потому что, возможно, что-то подобное происходило где-то в других регионах страны. Я плохо слежу за криминальной ситуацией в стране, не могу сходу привести пример. Ну, наверное, что-то подобное было. У нас же нет. Поэтому для нас, конечно, приморские партизаны явление достаточно уникальное. Поэтому я все-таки процентов на 90 уверен, что они будут вырезаны виновными, и что решение суда будет обвинительное. Но в любом случае это было очень громкое дело. И я отношусь честно у тех, кто убежден, что, убежден абсолютно, что партизаны возникли не на пустом месте, так называемые партизаны, и что правоохранители в Кировке вели себя очень далеко от идеального, очень далеко, спровоцировав эту ситуацию. Вообще, почему у нас общество так разделилось по поводу этого процесса, по поводу этой ситуации? В обществе всегда существует некое раздражение, некое раздражение на то, что имеется. Всегда общество чем-то недовольное, это нормально. Просто уровень недовольства может быть, на мой взгляд, выше, ниже, поспокойнее или побурлянее может быть ситуация в обществе. А раздражение всегда присутствует в той или иной степени. И партизаны стали не катализатором, партизаны стали, может быть, одним из выразителей, но чересчур радикальных выразителей этого раздражения. Просто чересчур радикально. То есть не всегда адекватного поведения правоохранителей, то, о чем мы с вами только что говорили. Масса других проблем и причин. И поэтому на сайтах, когда это все обсуждалось, вы видели не хуже меня, сколько было голосов о том, что вообще пацаны молодцы. Я так и считаю, что они молодцы, потому что человеческая жизнь, никто не вправе отнять, кроме Господа Бога, для тех, кто в него верит. Подобное может повториться в Приморском крае? Да где угодно. Где угодно. Ну, а Сагра, да? Ситуации-то по стороне такие. А Бирюлева, который старательно спустили на тормозах, сделали вид, что ничего не было. Вообще ситуация для меня просто потрясающая с Бирюлева. Когда там избивали милиционеров, я не вижу, чтобы людей осудили на большие сроки. Это же не болотное дело. Люди уже больше года сидят под стражей и их все пытаются сделать виноватым. Как бы вот тогда называть двойное правосудие. У нас в стране ярчайший пример. Поэтому в любую секунду может пролиться, где угодно. Степашин в Янаре заявил о воровстве все-таки. Не верю. На объектах саммита. Не верю. Что такое? Я не верю по одной простой причине. Тогда мне скажите, кто где и когда врал. Пока все строилось, Степашин минимум два раза в год докладывал Медведеву тогда президенту и Путину тогда премьеру. О том, что он тщательнейшим образом все контролирует. Что ревизоры сидят буквально верхом на шею каждого строителя и пасут каждую копейку. Где ложь? Расскажите. Тогда была ложь? Или сейчас в угоду текущего мента было сказано, что что-то украдено? Я не знаю. Но где-то что-то здесь не стыкуется в моей голове. Когда и кто врал. Я не ревизор, но я чувствую, что здесь не стыкуется. Итоги сами-то через полтора года какие-то вообще можно подводить? Абсолютно никакие. Ну, с точки зрения политической, на мой взгляд, они абсолютно никакие. С точки зрения меня, как жителя Владивостока, они великолепны, потому что до нами пролился золотой дождь. На построю чудесные, мосты на построю чудесные, дороги. Не довели до ума, к сожалению, то, о чем с таким понтом и пафосом уже три года нам рассказывают. При одном губернаторе, при другом губернаторе, про водоводы, про очистные системы, которые абсолютно не работают, как известно. То есть деньги фактически в зале закопаны. Но вместе с тем мы получили, кроме мостов и прекрасных дорог, я в этом абсолютно убежден, мы получили еще и ледовый дворец спорта, а Приморье был еще единственным субъектом федерации, по-моему, где не было ледового дворца спорта вообще до последнего времени. Серьезного такого большого. Но многострадальный театр оперы и балета, да, я к нему отношусь, честно сказать, не скрывая мою иронию сарказмом. Ну, тем не менее, хотя бы концертный зал прекрасный мы получили, говорят, с неплохой акустикой очень, почему же нет. Единственное, что вот проклятие постсаммитовского наследия, да, мне довелось в газете такую формулу уже приводить, это гостиницы. Никто не понимает, что с ними делать, они продолжают сосать деньги. После саммита полтора года эти, не могу сказать руины, но эти здания как стоят, так и стоят совершенно. При том, что, помните, наверное, Илья, да, что еще летом нам с вами рассказывали, что в гостинице на Карабелье сыграли первую свадьбу. Наступит вас прихвастнуть. Ну, надо все дергать за язык, при этом старательно, потому что очень много понтов и совершенно ненужного шума. Там, где хвастаться, это нечем. Ну, ты там говоришь, что вообще будет дворец бракосочетаний, там, в итоге, вы слышали, что будет обычный банкетный зал, который будет задаваться под свадьбу. Ну, дворец бракосочетаний, что же условно, если это не отдельное стоящее здание, первый этаж, его можно декорировать как угодно. И чья-то левая нога захочет, там легко сделать дворец бракосочетаний. Вопрос другой, в готовности самих зданий, для кого они нужны, для чего они нужны. А вообще нужны Пятизвездочные, если в Шелдово-Востоке? Не убежден, что они нужны в таком количестве. И, ну, вот смотрите, часто приходится вот лично мне заказывать гостиницы, не для себя. Вот сейчас японские журналисты часто приезжают, друзья. Вот сейчас мы в спектакль привозили, допрос. Я легко звоню в гостиницу и легко заказываю номера. Без проблем. То есть нет такого, что 5 звезд, статусность, кто-то не поедет сюда, потому что нет пятизвездочной гостиницы. Я думаю, это не совсем так. У нас есть прекрасные номера. У нас нет такого наплыва VIP-гостей, что для них нужно было тысячи пятизвездочных номеров. Нет такого наплыва. VIP-гости, которые приезжают, могут селиться в VIP-номерах в Хёнде, в VIP-номерах в Версале. Есть отдельные апартаменты. Их есть всегда где поселить VIP-гостей. Если бы они приезжали тысячами, ну, наверное, была бы нужда. Я не вижу такого потока. Может, вы знаете больше меня. Не вижу. В конце января почетный знак за заслуги перед Владивостоком вручили Илье Логутенко. Ну, собственно говоря, абсолютно по заслугам. И я уж не говорю о том, что в предыдущем, в 2012 году, по-моему, вы тоже участвовали, да, я имею в виду информационную... Поддерживали, поддерживали. Когда мы устраивали Бучу насчет того, что вообще-то неплохо бы Логутенко присвоить звание почетного жителя Владивостока. А у нас просто, мне кажется, существует какая-то ложная... Ложная... Ложный стереотип, ложный стандарт в голове о том, что почетный житель Владивостока... Кто может стать почетным жителем, да? Что должен быть не младше, там, 70 лет, он должен быть совершенно престарелый или престарелая. Уже, то есть, что называется, когда пора подумать о душе. Я категорически противник этого подхода, потому что, скажем, тот же Иван Штыль, ну и что, что пацану чуть за 20? Да, ради бога. К тому же Логутенко можно было еще 10 лет назад звание присвоить, потому что тогда вся страна пил Владивосток 2000. В чем проблема? Мы сейчас продолжаем, да. Да, но как-то вот этот стереотип, который в головах у градоначальников наших, и как у нынешнего улыбчивого мэра, так и у предшествия... Но вот была госпожа Морозова, которая председатель Совета почетных горожан, она сказала категорическое не... Потому что, что вот он сделал, да какая тут культура, и вообще, что для Владивостока человек сделал? Сколько мнений, столько мнений, ради бога. Никто из нас не носит листины. Возможно, я тоже ошибаюсь, так же, как может ошибаться госпожа Морозова. Надо спорить, надо обсуждать, ну, как бы, все зависит от того, наверное, какие организации выдвигают. Там же нет порядка самовыдвижения, как депутаты. Там есть какие-то выдвигающие организации. Если серьезно уважаемые организации будут выдвигать Вилью Логутенко и серьезно рекомендовать, если соцельщим образом ведут себя депутаты, если наконец-то проснется понимание того мэра, что не обязательно должен быть почетный гражданин, еще раз говорю, 80 лет, а он может быть совершенно молодым человеком, то я считаю, что Логутенко не строитель, не судоводитель, не ледокольщик, не художник. Но с точки зрения продвижения образа Владивостока, имиджа Владивостока, так у нас сегодня стейбуны, об этом говорят без устали, давайте продвигайте имиджу Владивостока. Вот человек, который продвинулся Владивосток. В чем проблема? Так давайте признаем его заслуги в этой области. Мне кажется, все однозначно. Вообще, институт, почетный граждан, есть ли в нем смысл? Есть смысл безусловный, другой вопрос, что... Мы его, еще раз говорю, очень стереотипизировали, очень стандартизировали и загнали в какие-то ненужные рамки, на мой взгляд. Во-первых, вот этой возрастной, неоговоренной, но понимаемой априори, некой возрастной планкой, что это может быть только очень такой немолодой человек. И второе, мы загнали сами себя в рамки, что вот один человек в год, вот один человек в год, и все, хоть убейся. Как в прошлом году присвоили звание Сергею Черкасову, прекрасному художнику, но почему рядом с ним нельзя было присвоить звание тому же Вадима Ивановича Боносимова? Почему в этом году присвоили Вадима Ивановича? Прекрасно, что присвоили, я рад за него искренне, мой очень добрый старший товарищ. Но почему рядом с ним нельзя было присвоить звание тому же Логутенки? Той же Людмиле Минкиной, которая глубоко бежом заслужила этого человека, который всю жизнь занимается сонкой детьми, который создал экоцентры, ими занимается. Если вы там были, поверьте, это не слабонервное, зрелище. И она занимается ими всю жизнь. Давно уже заслужила и переслужила это звание. У нас вот стандарт. Один человек в год. Вот все, мы уперлись. Можно подумать, что бюджет города этого умрет. У нас вон елки по 12 миллионов валятся. И ничего, бюджет не рушится как-то. А вот один человек в год. Что за глупости? А вот про то, что 95% почетных горожан сами жители города не знают. Это спорно. Это достаточно спорно, на мой взгляд. Потому что все-таки действительно среди них есть очень-очень-очень-очень уважаемые люди. Вот я выше назвал этого Живодима Ивановича Боносимова. Михаил Федорович Рапканов. Мы спрашивали из последних. Вот все знают, что Щетинина. И знают, что Дарькин последний он был. Ну, Дарькин, правда, был 5 лет назад. Но, тем не менее. Это говорит только о плохом уровне знания. Больше ни о чем. С другой стороны, может спросить 10-классника, кто развязал Вторую мировую войну. Он скажет «Намерлан» или «Наполеон». Но в этом тоже ничего не будет удивительного. К сожалению, это уровень культуры и уровень знаний. А вот пиарить своих же почетных горожан город должен каким-то образом? В хорошем смысле этого слова. Я думаю, вот помните, Илья, в то время Ельцин и японский премьер, по-моему, тогда был Хосимото, по-моему, не помню, я сейчас боюсь ошибиться. Они тогда придумали такой формат занятный для, если не решения, то обсуждения проблемы северных территорий, взаимоотношений между нашими странами. Они придумали типа Совет Старейшин, Совет Мудрецов. Там Лужко в него ходил с российской стороны, еще какие-то такие люди. Вот мне кажется, если бы Почетный Совет, а в принципе Почетный Граждан использовать в качестве такого Совета Старейшин, Совета Мудрейшин... Есть же Совет Почетных Граждан. Ну, я не вижу, чтобы он как-то вот эффективно как-то звучал. Это такая своеобразная, может быть, форма общественной палаты, которую два года подряд без устали пойдет создать господин Николашевский, никак не создаст. Вот такая же городская может быть, только в форме Совета Почетных Граждан. Потому что, действительно, все это люди очень уважаемые, очень заслуженные, с огромным жизненным опытом, без исключения все. Но опять же, не получится это такой советом старцев. Еще раз я говорю, это и существует, это называется Совет Старейшин. Потом у него же нету, как у общественной палаты, нету статуса органа, принимающего обязательное решение. Это орган, вырабатывающий некое мнение, к которому можно прислушаться. Я про то, что про возраст, и про такой политбюро будет, где... Тем не менее, я думаю, что это не может быть бесполезным, потому что, еще раз, это люди с огромным жизненным опытом, очень мудрые люди в большинстве своем. Ну, за исключением таких персонажей, как Грозловник, ночью он будет помянутый и прочее, как бы, да? Это просто говорит о проституировании этим званием, может, что тут говорить. Весна, Март, Дом Леонора Прей, экскаваторы, почтовом переулке, разрушение, скандалы, социальные сети, выступления. Вообще, вот, и вот вся вот эта история с весны, вот, до октября месяца, где вообще-то все подчинется... Ну, там уже подчистую все же убрать. Чего там уже тянуться? Уже тянуться некуда, только непонятно, что будут сейчас строить там. Ну, да. Да, сейчас именно в этом самое интересное, потому что, после того, как Мельник бился пяткой в грудь с криком, что все будет вписано в ансамбль, то мне очень интересно, в чем будет тогда интерес застройщика, вложившего огромные миллионы, чтобы построить одноэтажное здание. Тут сейчас какой-то абсурд наступает, и, истина, это будет скоро видно невооруженным глазами. Я думаю, что все еще и покажут нам. Вообще, ситуация, как Владивостоку дальше жить, ведь она же и не первая вообще, и не последняя сто процентов. Вот как Владивостоку? Что делать-то? Ну, конечно, это зависит, это зависит в многом от вменяемости городского руководства, от вменяемости, от его желания, способности сохранять историческое наследие, да? Тем более, что, мне кажется, мы в этом плане должны вести себя так же, как ведут себя канадцы, американцы, австралицы. Что имею в виду? Вот у нас, допустим, в какой-нибудь Рязанчине или Владимирщине у нас культурный слой тысяча лет. Там как бы датара-монголов, и Брятичек-ривич, и чертов ступи. А вот в той же Австралии, в Штатах и Канаде весь культурный слой 200 лет. И поэтому они берегут все. Колесо, телеги, там все что угодно сберегают, потому что дальше-то ничего нету, поэтому все бережется. У нас же то же самое. У нас тоже культурный слой полтора века, поэтому надо все беречь. Вопрос другой, что Владивосток, он изначально же, если на него смотреть, он же очень эклектичный город, да? Очень разностильный, разномастный, разноплановый. Трудно сказать, что он как Питер выстроен в таком стиле, да, в одинаковом. Или как купеческая Москва. Тут, наоборот, весь кайф в эклектике, да, когда пряничный главпочтамт, совершенно пряничный, рядом с полготическим бумом, да, таким, то есть, совершенно стилистикой. Дом офицера флота, монолитная такая. Да, поэтому как раз город-то известен, в первую очередь, и неизвестен, скорее, как-то вписывается в наше миросозерцание, как город очень эклектичный, и разномастный. И в этом плане я как раз достаточно спокойно отношусь к новостройкам, к каким-то решениям определенным, достаточно спокойно. А вот как выработать эту схему вот взаимодействия города, истории и застройщиков? Вот как? Вопрос другой. Действительно, что просто застройка должна идти на каких-то тех точках, не за счет старого. Рядом со старым, но не за счет старого. Конфликт с домом и реновом проявился именно по этой причине, что сносится одно ради другого. Давайте строить рядом, не снося то, что есть. Вот о чем речь в первой голове. Поэтому здесь причины конфликта. Поэтому, еще раз говорю, все зависит от степени вменяемости мэра и городское управление в целом. Тогда как быть, если здание настолько старое и уже разваленное, как это было, со снесенным флигелем? И, допустим, недавно тоже мы разговаривали по поводу кинотеатра Уссури. Снесли подчистую, выстроили новый... Оставили фасад. Фасад тоже перестраивали. Совершенно. Ну, сохранили. Его оставили, исторический фасад его оставили. Да, это оставили, конечно. Но только фасад. И я более того, что сейчас уже и никто не вспомнит, что здание из кинотеатра Уссури и его и нет. Конечно. Но то же самое, что делают за границей. У нас в стране наиболее активно это делается в Питере, если вы видите. Да, да, да. Когда здание оставляют только внешне несущие стены, все внутри обрушивается и строится современный дом. Но это один из путей. Я не могу сказать, что так можно. Я думаю, что это один из путей современных. Почему нет? Почему нет? Если перед нами стоит задача сохранить какой-то исторический обрак. Значит, это нормальный путь, вполне адекватный. Кто виноват в итоге был? Мельник или Пушкарев? Ну, я, честно говоря, плохо себе представляю систему передачи информации внутри серого дома. Насколько искаженной или не искаженной она доходит до мэра. Потому что вполне допускаю, что он получает по каким-то направлениям искаженную информацию. Обидеть чем-то мэра невозможно. Надо просто знать для этого. Но в любом случае, мне кажется, что видя тот скандал, который набирает обороты и в социальных сетях, как вы только что заметили, и в СМИ, мне кажется, что мэр должен был занять чуть-чуть более активную позицию. Чуть более активную позицию в этой ситуации. Тем более, что это был год выборов для него. Ну, собственно, там в Суббаре это все было понятно и заранее. Но тем не менее. 26 марта. Большая встреча с губернатором на острове Русском. Дай-ка идти дальше. Хорошо. Афрель. Активизировался Владимир Николаев и заявил, что вернется в Владивосток. И расскажу, как было хорошо при нем. Ну, каждый городоначальник считает, что при нем было зло твое время. Это совершенно понятно. И что-то неплохо сделал Николаев, я в этом совершенно не сомневаюсь. Как так же что-то неплохо сделал и Виктор Иван Черепков, Никно, что-то будет помянут. И многие другие мэры. Каждый внес свою лепту. Что-то сделал плохое, что-то хорошее, как у любой человек. Совершенно нормально. Что-то Пушкарев успел сделать за пять лет, что-то не успел. Сейчас актуален еще, Николай? Нормально. Что касается возвращения, я думаю, вполне актуален. Наверное, это человек, который достаточно раздепленный бизнес, насколько я знаю. Значит, в таком случае, это прежде всего человек, который дает работу многим людям и платит налоги. И его люди платят налоги, его бизнеса платят налоги. В этом плане, я думаю, конечно, актуален. А потом, человек достаточно молодой и амбициозный, и умеющий прочитывать разные комбинации несколько шагов вперед. Я думаю, вполне актуален. Не сегодня, так через пять лет. В конце концов, Михаил Борисович, который освободился четыре дня тому назад, он тоже говорит, что я, конечно, постараюсь вернуться в Россию, но когда не знаю. Поэтому тут загадывать сложно, я думаю. А почему у нас на выборах до сих пор так резво голосуют за товарища Черепкова? Это все-таки то поколение, которое... Я думаю, что у Виктора Ивановича есть свой электорат, да, можно его там назвать, как вы любите называть бабушками, электорат бабушки такой, да, условный. Я думаю, это совсем корректный термин, но вот у него есть, грубо говоря, свои там 10% условных. Пусть политологи скажут лучше, они лучше, я знаю эту цифру, 5% или 15%. Вот есть 10% условных. Ты можешь агитировать за, он не вырастет этот электорат. Можешь агитировать против, он не станет меньше. Ну, тут как бы его такой электорат, он за него будет голосовать всегда, когда будет видеофривую список. А у Николаева есть такой электорат? А я думаю, что у него есть такой электорат какой-то определенный, конечно, наверняка. И все зависит от ведения компании, конечно, предвыборной, многое зависит. От того, какой за тобой бэкграунд, какая компания, так что все срабатывает. Огромное количество разных вещей. На прямой линии Путина в апреле рассказали про семью из Переморского края. Через 10 минут вопрос с детской площадкой был решен. Без комментариев. Но это же, как бы, поскольку у нас страна все больше движется в Северную Корею, где Ким Ир Сен и потом Ким Чен Лир и сейчас третий уже, Ким Чен Ын лично руководит курами-несушками, сталин-летейщиками, пехотинцами, швиями, пионерами. То есть все на ручном управлении. Если президент не мешается, не будет детской площадочки. Президент не мешается, ничего не будет происходить. Это говорит об атрофии региональной власти в первую голову. Полная атрофия, если президент на ручном управлении в ручном управлении в ручную страну. В май месяц в Валерийск приехала, дрон привез Сашу Грей. Истерика замечательная была совершенно. Ну, она, по-моему, коснула достаточно узких кругов, потому что такое же количество людей этого просто и не заметили. даже как бы нужно. Вообще, то, что там, порнозвезда, ну, бывшая, да, такая героиня России, потому что собирала толпы и так далее, пресс-конференции Иван Ургант пригласил к себе. Это, по-моему, все немножко надуманное, но Ургант, это просто, для него это было элемент эпатажа совершенно понятный. Ну, че? Нет, это не серьезное событие, на мой взгляд, совершенно. Вот мы Захара Прилепина привезли в неделю назад. Это звезда, это настоящая звезда, это умнейший человек, светлейшие мозги, предстательный писатель. Вот если бы параллельно там, в таком же зале Саша Грей свой, не знаю, спектакль показывал, вот кто больше, Прилепин или Грей Ну, от рекламы, от рекламы, от раскрутки, от раскрутки. И от сюжета, Федер? Конечно. Хорошо. В мае Ольга Делакторская у нас здесь в студии высказалась о ДВФУ, о школе, гуманитарной, о гуманитарной школе ДВФУ, в том числе, о руководителе, о Ферме Сержимове, достаточно эмоционально, эпатажно и достаточно навела так шума. Ну, это во многом зависит от личности выступающего, естественно, от степени в обид возможных на ту или иную ситуацию. Это же тоже понятно, как бы, да? И там не все так просто с этим журналом, вокруг которого ломалась только копия. Ну, к примеру, там такой эпизод, о котором Оля Георгиевна почему-то решила не говорить, что в соучредители и в софинансисты этого журнала, для того, чтобы придать ему более чем краевое и одного университета звучания, были превышены и другие вузы, в том числе и Биробиджанский университет. Но они участвовали в софинансировании, участвовали, говорят, коллеги, они участвовали в разных других проектах, но по документам их близко не подпустили к соучредительству. И Оля Георгиевна многое сделала, я точно знаю, чтобы никто не был учредителем, кроме одного ДВГУ, именно в документах, в бумагах. Поэтому, естественно, когда возникла необходимость к его документам, это легко было сделано. А были бы там еще другие учредители, и ситуация была намного сложнее, намного была сложнее. Поэтому ситуация там очень неоднозначная, хотя к деятельности гуманитарной школы я отношусь без всякого пиетета, абсолютно, потому что считаю, что там совершенно безумное количество ошибок, просто безумное количество ошибок. Но это тема для отдельного разговора. Ну, весной, да, об этом все-таки еще говорили, а сейчас осенью вообще есть уже о чем говорить вообще по поводу школы гуманитарной? Ну, во-первых, это искусственное образование абсолютно, да, гуманитарная школа. Так же, как там соседствующая с ней школа искусства и спорта. как-то что-то я, не знаю, как бы объединить из слезгов, да, объединить, ну, давайте, вот тут гимнасты занимают, тут тяжелоатлеты поднимают штанги, здесь балерины в пачках ходят. Ну, как-то это, ну, наверное, такое видение процессов у руководства нынешнего университета. Говорить всегда есть о чем, но цензуры, цензуры не хватит. ДВФУ, вот как вуз, как главная наша надежда на повышение международного рейтинга российского образования, вот как вы к нему относитесь, к этому университету? Ну, я прекрасно отношусь к самой идее строительства кампуса, потому что, действительно, это как бы реализация идеи совершенно безобразная, на мой взгляд, потому что мне доводилось бывать в Австралии, в Америке, в Корее, в Японии, в разных вузах и видеть кампусы. Ну, видимо, Россия такая сторона, где половина страны сидит, половина охраняет. Вот почему-то у господина Иванца, видимо, и у его соратников, не знаю, главной задачей кампуса является эта система охраны, да, что там, по-моему, главные люди это охранники вообще. Я ни в одном кампусе мира близко ничего подобного не видел, просто близко не видел, что были такие системы охраны. Вот в этом году я был в кампусе Сеульского университета. Ну, то есть, я что-то гулял, заходил в разные здания, в разные корпуса, смотрел, что мне хотелось. Единственное, что в каждом корпусе ты входишь, сидят прекрасные девочки, юные совершенно, которые спрашивают, что вы хотели узнать, что вам подсказать. Я уж не говорю о том, что в центре кампуса Сеульского университета расположено пятиэтажное здание такой странной причудливой архитектурной формы, удивительное здание, в котором располагается музей современных искусств. Первое желание у меня было, когда я побывал, сразу позвонить Саше Городневому, очень доброму товарищу, сказать, Саша, вешайся. Просто вешайся, оббери шнурок, вешайся от зависти, не знаю от чего, потому что, если спросить у нынешнего руководства ДВФУ, который относит себя как к светочам разума, да, университет такой, а что у вас со школой, с музеем современных искусств. Вот настолько я понимаю, это здание в списке тех, что выставлено на продажу. Так что, куда мы вообще поедем-то? Так, конечно, перевезли там что-то, но сидят, по сути, на чемоданах. Ну так вот, я об этом и говорю. А в центре Севульского университета, в центре кампуса, грандиозный пятиэтажный музей современного искусства, о чем говорить? Зато у нас охрана. Вот у нас, пока что университет славен своей охраной, а вот в Севульском университете цены людей. Ну, давайте вот такие критерии избирать. В июне открылся обновленный музей имени Арсеньева, обновленные экспозиции. Прекрасно. Были, посмотрели, впечатления? Конечно, конечно, конечно. Конечно. Музей это прекрасно, и для меня это очень большая ценность для патриота этого города и края. Опять же, исходя из того, о чем мы говорили с вами 15 минут назад, что у нас слишком маленькая история, и поэтому нужно стараться сберечь все. Если у нас было, я говорю, как на Рязани, тысяча лет, то как бы мы могли там про прошлый лет говорить. Да это недавно, неинтересно, вот у нас-то еще лет назад было, у нас слишком малая, как поэтому мы должны все сберегать. Ну, и Шалай, по-моему, он такой подвижник, он молочин, он старается, он тянет от воска, и на новую форму старается придумывать. Нормально, нормально. Сейчас, по-моему, культура только может выживать, когда придумывают новые формы, как то, что делает Александр Брюханов в билете Георького, у него вроде резко активизировались встречи с читателем, у него аудиторные какие-то вещи постоянно происходят. Ну, это движуха, не просто пришел, взял книжку с полки или газетную подшипку и полистал. Какое должно быть общение, это очень важно. То в Львовске сменился сейчас руководитель библиотечной системы. Ничего не говорит мне этот факт, абсолютно. Вот Александр Георьевич Брюханов как работал, так и работает. Более того, получили название заслуженного работников культуры, с чем я его искренне поздравляю. Думаю, что название поздало лет на 10-15, как не было. В июле день города, флешмоб на мосту и великое попадание в книгу рекордов Гиннесса. Круче нас только яйца, Илья. Только яйца круче нас. Еще поворот на Тавайзу круче нас. Больше ничего нет. Ну и до сих пор на сайте нет никакого упоминания о городе Владивостоке и его рекорде. Илья, давайте будем обсуждать сами. Я вам расскажу. Вода мокрая, воздух прозрачный. То есть, говорите, какие-то банальные истины. Владивосток в книге рекордов Гиннесса, ну как бы... Мне очень интересно, кто кого неправильно посчитали, заплатили. Любая власть, наша местная особенная... 40 фунтов стерлингов стоит вот такой сертификат, который подарили нашему городу. Он можно заказать его и примет его в Владивосток. Любая власть, она склонна, с одной стороны, к эскапизму, то есть бегству от проблем, чтобы не видеть их, не замечать. А с другой стороны, к максимальному самовосхвалению, к максимальному самопиару, к самоподъему, причем ценой, это же вот и не дешевых трюков, а дешевый можно трюк назвать совершенно, потому что даже не смешно. Ну что, ну что смеяться? Ну зачем вот это все? Ну как-то даже неинтересно, ей-богу. Стоп, гиги рекордов Гиннеса. У вас матом нельзя разговаривать? Да вот чуть-чуть, если только можно. Про это можно, да. Снеговая пать в интернете... Можно поправить? Да. У меня вот такой стереотип, наверное, плохо, от стереотипа надо избавляться, но у меня вот такой стереотип, я всегда говорю, псевдо-снеговая пать. Или лже-снеговая пать. Ну, да, да, да. Так что про псевдо-снеговую пать? Микрорайон, называемый снеговая пать, так называемый, вот. В июле куча видео, когда началась там дожди, протекающие дома, балконы, окна, окна, спортиры. Это как бы, ну, да, вот ехали в новый дом, давайте его сейчас приводить в порядок, обживать, делать его удобным для себя. Проблема-то, но более важно то, о чем мы говорим, да, что у нас ценность это охрана или у нас ценность это музей. Ну, а у нас же тоже все еще говорят, ну, вот построили же, ну, ладно, там украли, попилили и плохо, ну, вот построили же. Да почему у нас такое отношение? Не построили хорошо, добро, а, ну, да хоть построили. Ну, то есть, такой изначальный нигилизм, да, такой изначальный, конечно, вот там мало хорошего, кто же спорит, поэтому я говорю, что, по-моему, там, наоборот, прекрасно, что построили. А еще раз надо повторить, что идея кампуса прекрасна, сама по себе. Вопрос другой, насыщение этой идеей, ради чего мы четыре муза собрали в один, как бы. Вот мне до сих пор рассказывают, например, такие вот злоязыки, не знаю, возможно, что я сейчас не буду говорить клевету, я поэтому заранее приношу извинения, но злоязыки, например, говорят, что до сих пор университет не сдан в эксплуатацию с точки зрения пожарной безопасности. Также, как настолько я знаю, опять же, может, я ошибаюсь, не сдан в эксплуатацию Фитисов-Арена, не сдан в театр оперы и балета. Они работают все по временем схемам. Поэтому это все надо доводить, доводить до ума, как-то приводить к нормальному результату. И при этом заметьте, что Фитисов-Арена пользуется бешеной популярностью и билеты туда невозможно найти. А вот по поводу, ну это чуть попозже, август, открытие центра современного искусства «Заря», собственно, на фабрике «Заря». Во, 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 одна из лучших новостей года. Блистательная новость, одна из лучших новостей года. Я очень рад, что дожил до этого момента и что этот проект начинает раскручиваться и что там огромное количество бесплатных лекториев, кинопоказов. Это просто прекрасно. Если этот проект дальше будет развиваться, я просто счастлив и говорю, что он делал в итоге такой проект. Это очень здорово. Дело этого девушка из Москвы тащит, возит эти книжки сама. Ну там целая команда, я так понимаю, работает, но в любом случае это очень классно. Это очень классно. Это просто, это прекрасная идея, дай бог, чтобы она развивалась. Я готов с пассивной помощью оказывать. Если нужна какая-то помощь с нашей стороны от газеты или как журналисту, я просто с радостью всегда. Нептун и митинг в честь его защиты. Я не могу. Я даже не буду, я не буду напоминать, кто был Нептуном, я не буду показывать пальцами, кто был Нептуном на этом митинге. Нет, Илья, тут я считаю, что мы должны дождаться, набраться терпения и подождать до конца июля следующего года. И посмотрите в глаза нашим смелейшим флотоводцам, таким храбрейшим из храбрейших. И так же, как я бы с удовольствием посмотрел в глаза как бы-то мне сейчас сказать, сейчас же как бы нельзя, вот есть всякие статьи уголовные за оскорбление чувств верующих, да, как бы так осторожнее выразиться. Ну, меня очень смущает, опять же, меня все смущают двойные стандарты. Ну, вот скажем, я противник смертной казни, но если ее ведут, все, ввели закон, все, давайте стрелять, давайте вешать. Отменили, отменили. Вот двойные стандарты всегда очень плохо. Что я имею в виду? Вот тут почему-то церковные иерархи позволяют себе делать зверей на счет Нептуна. Хлопцы, обругайте Путина за Олимпиаду Олимпийский огонь, публично, и всю эту историю с Олимпийским огнем. Что за бесовщина вообще? Что за бесовщина? Какой-то бесовской огонь по стране возят. На Байкал его загоняют, там, в космос, на полюс возят, на ледоколах. Это же бесовщина чистой воды. Где попы? Где иерархи? Почему до сих пор не взбеленились и не возмутились? Вот это двойные стандарты, которые мы очень сильно не устраиваем. Давайте уж или так, или это, договоримся на каких-то целях и давайте их будем преследовать. Мы не будем вот это вот, не скажу проституции, но двойных стандартов точно будем избегать. Это как-то некрасиво, на мой взгляд. В общем, ждем. Да, ждем. Ждем храбрости и смелости наших мотоводцев летом следующего года. Мы писали об этом в нашей газете и мне довелось... Но чертей уже не уберегли. Да. Мне довелось использовать такой оборот речевой. Я готов по ним до сих пор подписаться, что если наши плотоводцы так же храбро обороняют нашу страну от внешних врагов с той же храбростью, с которой защищают свои традиции, то я боюсь нашей безопасности под большой угрозой. Сентябрь, 8 число. Выборы мэра Володьевского... Фуха, фуха. Неужели ничего повеселее в сентябре не было? Ну, это было... А вы считаете, что были выборы, да, Илья? Давайте по новой. Смотрите. Вода мокрая, воздух прозрачный, кирпич твердый, листва зеленые, человек Кремля. Волга впадает. Ну, это закономерные итоги или вы считаете, что были нарушения и... Будьте нарушению, спасибо. Просто всем было настолько скучно и неинтересно, по-моему, такая скучища, совершенно зубодробительная такая, скуловоротная скучища, как бы, и все это. Ну, зачем мы говорить? А скучищи-то почему? Почему кандидат неинтересный? И что? Или что? Или все предавидно? Потому что... Потому что... У Гродского был такой текст в 70-е годы. Или потому что Гильгенберга сняли? Да, ну, ну, че смеяться? Еще раз, у Гродского была такая фраза в 70-е годы в одном из стихов. Здесь в моде серый цвет. Цвет времени и бревен. Цвет цемента заодно, так на всякий случай. Вот. Вот здесь в моде серый цвет. И вот эта вот серость, как бы, да, вытоптанное политическое пространство, абсолютно вытоптанное. Это, наверное, и наша вина, что мы не вырастили новых молодых политиков, амбициозных ребят. Ну, вот, с дуру, так скажем, да, вот, типа Артема Самсонова. Там что-то коммунисты промеж себя не разрулили, да, как-то вот они не договорились промеж себя. Но я думаю, что харизматичный Самсонов мог бы набрать определенное количество голосов, потому что он, еще раз говорю, у него очень спорные взгляды, я ни в коем случае не объявляю себя его сторонником. Но вот таких вот харизматичных молодых фигур очень не хватает. Именно об этом я говорю, что здесь в моде серый цвет, цвет времени и бревен, как бы, такая вот серость, такая вот, такое покрывало. Ну, зачем говорить об этих выборах? Давайте дальше что-нибудь, можете повеселить? Первые игры Адмирала, вот, Петисов Арена. Прекрасно, прекрасно, счастье. И я бы добавил еще и потрясающая игра Луча, который вообще возродился из тепла. Луч это вообще сегодня я разговариваю с ребятами, Луч это фантастика. Да, тут ситуация эта парадоксальная, когда без денег, ну, прикиньте бюджет клуба Адмирал и прикиньте бюджет клуба Луч, результаты Луча-то как бы покруче существенно будут при тех деньгах, на которых он сидит. Существенные результаты совершенно. А то что, это мотивация совершенно разная у людей, другая или что? Даже не знаю, я не могу это объяснить, я ни разу не был на хоккее, к стыду своему, я просто не очень понимаю в этом спорте, но я счастлив, что к нам пришел этот спорт, потому что я вижу ажиотаж, заинтересованность, конечно, огромная. Вижу праздник, у население, вижу стремление людей, дай бог, и прекрасно. Но вот Луч для меня совершенно парадоксален, я снимаю шляпы перед главным тренером, перед футболистами, нашедших нужную для себя мотивацию и преодолевающих эту проблему, которую так плачут все московские клубы. Это же летит 10 тысяч километров, но они летают раз в год, а Луч мотается как челнок, вот так вот, у меня часовые пояса. И на этом плане, на этом плане показывают такую игру. Если бы провальное начало, когда команда только встраивалась, впрыгивала в этот эшелон первой лиги, то вообще сейчас будет в тройке, я совершенно убежден. Мы до начала немножко провалили. Адмирал, это еще одна очередная игрушка для властей? Вот я бы так считал, что я за любой кипиш, кроме уголовки, да? Пусть власти себе придумают любые игрушки, которые будут полезны населению. Если власти себе придумают игрушку, которая никому не нужна, внимание, театр оперы и балет. Упс, скобки закрыты. Это одно, потому что это фикция, а не театр, как мы знаем. Нам обещали на конец года полный репертуар. Мы имеем абсолютную пустоту, зеро, просто зеро. В данном случае прекрасная игрушка, почему же нет? Да ради бога, пусть власть играет в эти игры, которые используют для всех. Это прекрасно. Жители города, перекупщики, которые подтвердили славу Владивостока как города барыг, вот это, почему? Там на ВЛе, на барахолке, на фархосте, билеты по 10 тысяч, перекупали, продавали. Но ничего нового здесь нету, на самом деле то же самое происходит во всех странах мира. И в Англии, и во Франции, и на все концерты, на все угличные действия, и все страны стараются вырабатывать алгоритмы борьбы с перекупщиками, то есть продавать два билета в одни руки, по паспорту и так дальше. С этим очень трудно бороться. Что касается города барыг, ну, наверное, может быть, так оно и есть, но это, мне кажется, нормальная слава морского города. Одесса, внимание, Одесса, морской город, открытый пор для всего мира. Владивосток был закрытым городом до 92-го года, но при этом 50 тысяч моих земляков находились в море каждый день. И диски Deep Purple здесь появлялись, и на Дзеппинг через неделю после того, они появлялись в Японии. Хотя, Владивосток был закрытым городом, в отличие от Иркутска, но там диски эти появлялись через год или через два. Вот и вся разница. И поэтому, вот Одесса, вот Владивосток, ну что, это морской город, открытая сквера имени Анны Щетининой. Безобразно, не хочу об этом говорить, я ужасно расстроился. Я знал Анну Ивановну, имел честь ее знать, разговаривать несколько раз с ней. Это была удивительная женщина совершенно, просто удивительная женщина, с удивительным характером, с удивительной судьбой. Действительно, гордость Владивостока. Кто-то из моих коллег придумал формулу, которую я теперь, как старый плагиатчик, как старый плагиатр, нещадно эксплуатирую, потому что безукоризненная формула, на мой взгляд. Щетинина для Владивостока, как Гагарин для России. Абсолютно то же самое значение Щетинина имеет для нас. И совершенно, опять же, мое субъективное мнение, то безобразнейшее памятник, которое там установлено, какое-то мужеподобное, извините меня, ни в какие ворота. Все-таки Щетинин, это действительно, это очень достойная фигура, которой мы должны гордиться и просто быть счастливыми, что человек жил с нами, среди нас, и мы успели его застать. Вот я, в частности, очень этим горжусь. Но ребята говорили, что они следовали и фотографиям, мы с знакомыми людьми разговаривали. Вот, понимаете, я очень не хочу, чтобы меня тут в данном случае рассматривали как человек, которому все не нравится, особенно, что делает мэр. Не дай Господь. Вот, допустим, памятник Мысоцкому, тоже по стилю господина Пушкарева. Блистательный памятник. Просто блистательный. Его вот делали, и все с этим носились и кричали, что это не лично стилю Пушкарева. Я заранее боялся, что будет какая-то пошлятина. Боялся. Я искренне благодарен мэру за этот памятник. Это прекрасный памятник. Очень хорошее архитектурное решение. Как-то он точно вписан в ландшафт. Никому не мешает. Очень дляточная тональность музыки, что не давит на окружающее сооружение. Там, до Рыбиковым никого не беспокоит, а до музыка не мешает театру. В то же время ты услышишь, когда подходишь близко к Высоцкому. Очень классно. Просто прекрасно. Я еще раз говорю, это здорово. Это для Владивостока настоящий подарок. А вот Сочетийный, к сожалению, ровно сточет все наоборот. Абсолютно наоборот. Ну вот, собственно, октябрь, открытие театра оперы и балетов, его первое возгорание. Все, все, все. Мы уже поговорили об этом. Не надо про театру. Начало проектирования в КАД. Ну, это, на мой взгляд, бумажки только, ничего не будет построено. Я в этом убежуя абсолютно. А если будет построено, то только за федеральные деньги. У города таких денег и близко нет. Там минимум 30 миллиардов, насколько я знаю. Это, то есть, можно... То есть, тут, опять же, любая власть, да, смеет Пушкарева другой мэр, там, Иванов, Петров, Сидоров, который будет говорить, я построил, я построил. Да ради Бога, как твоя фамилия? Ты дабудь деньги у федералов и не говори, что ты построен из городского бюджета. Дадут федералы деньги? Будет. Не дадут. Но я сильно сомневаюсь, что дадут после того золотого дождя, который пройдется над городом уже, во-первых. И во-вторых... А почему сейчас же есть территория, как, экономического развития? Приоритетного. Приоритетного. Опережающего. Опережающего. Но, по-моему, под этими территориями имеются в виду и под этими словами имеются в виду не столько прямое стрыглество, хотя это, конечно, инфраструктура, дорога, это понятно, сколько создания специальных законодательных возможностей, то есть налоговых, Ахлопрочных каких-то, да. Вот эти, таможенных налогов, вот этих вот скорее, мне кажется, так представляется. Что касается ВКАДа, идея-то прекрасная, но только на федеральные деньги. Пускай его где-то... Если он свои вложит, я не знаю, у города в городском бюджете нет денег. У него, по-моему, тоже таких. Таких? Нет, ну, есть. Ну, что считать в чужом кармане? Не будем, не будем. Ноябрь, прибытие, факел Олимпиады, два дня забега по улицам города, радость... Знаете, мне доводилось об этом говорить на радио, у меня там Коломка на Вести АХФ, я каждую неделю об этом говорю. Ну, меня там с огнем удивили несколько вещей, готовы об этом сказать еще раз. Я ничего не имею против Кока-колы, который является титуальным спонсором МОК. Даже не Сочи, прости господи, а Международно-Любийского комитета. И поэтому, как вы знаете, из аэропорта сразу факел поехал в Кока-колу. Ради бога, ничего против не имею. Но мне показалось, после отъезда факела, что мы живем то ли в Омске, то ли в Красноярске, то ли в Туле, то ли в Рязани. Как можно было с факелом? Везде побывали, не побывали ни на одном судне. Что-то на Сморской горе, так, на всякий случай. Я хотел бы напомнить губернатору или мэру, кто из них выстраивал, или чьи подчиненные, ух ты, ничего себе как интересно. Как можно было не забежать на какой-нибудь большой противноточный корабль, который стоял в двух шагах от вокзала, мимо которого они носились, на парусник, который стоял рядышком, на ледокол. Да я не знаю, что угодно можно планировать. Там у нас много разных судов. Но вот то, что этого никто не заметил вообще, это как-то более чем странно, на мой взгляд. Может мы в Тулу переехали уже все, может это город не морской, я не знаю. Но как-то вот так вот. Но будет в феврале, если не ошибаюсь, очередная эстафета олимпийского дня, уже паралимпийского. Я думаю, что... Может быть тогда хватит ума, еще и чтобы огонь нес кто-то из людей Артема Морисеенко. Я не знаю, почему сейчас этого не сделают. Кто из колясочников? Почему нет? Почему нет? Почему их люди лишили этой возможности? Мы с вами были вместе, Илья, полтора года назад, когда открывали мост и первым проехали велосипедисты. Кто это перед велосипедистами? Да, да, кстати. Прекрасный деорганизатор, первым проехали колясочники по мосту. Ребята Артема Морисеенко, слава богу, молодцы. Почему сейчас дали факел пронести, проехать? Почему? Что вот за подходы такие? У нас вот странно, с факелом у нас это все будет очень странно. Не могу не зацепить строительство, проектировка вернее, проектирование, госкорпорация Росатом, она сейчас своими силами, региональный центр кондиционирования и долговременное хранение. Это же прекрасная новость, я об этом уже тоже на радио говорю. Что такое кондиционерное хранение мощностью 40 тысяч кубометров, но при этом говорят, что отходы будут увозиться в Сибирь. Нет, ну тут очень много неточностей, неверных моментов, это все надо разделять. Я думаю, для этого не имеет смысл пригласить сюда в студию, если получится. Глубоко уважаемый мной Николай Иванович Адусенко, руководитель для РАО, или может быть Авраменко, доктор Анау, человек-респондент Академии наук из Института химии, который был одним из ключевых разработчиков того саргента, с помощью которого переработаны все же керативные отходы Текенского флота и с помощью которого можно легко, легко, но можно решить проблемы фокусимы. Почему-то японцы упираются, не хотят этого делать, боятся привязаться к нам технологически. Есть вещи, которые мы вывозим на маяк, есть вещи, которые мы не вывозим на маяк, есть совершенно разные вещи. Совсем нужно разбираться детально и понимать, о чем мы говорим. Но любой человек, нормальный человек, адекватный, естественно радиофоб, естественно сказать, зиверты, бекерелья, все в кошмаре. Давайте разбираться спокойно, без истерик, без этих понтов не нужно. Надо спокойно разобраться. Поэтому для меня эта новость очень хорошая. Действительно, потому что у нас сейчас плавают в разбойнике более 53-х отсечников на плаву. Уж это можно и в порядок привести? Так давайте радоваться, что мы стали поменять этот порядок, слава богу. Или что, пусть плавает на плаву? А мы будем кричать и бегать, ах, вкусимо. Так у нас своя, вкусимо тут может быть. Поэтому слава богу, что нашлись деньги, нашлись возможности, ресурсы. И сейчас все будет в порядок. Не боитесь, что будет все-таки привозить сюда? Нет. А, буду привозить. Обязательно будут привозить. Я очень плохо понимаю, опять же, глубоко. Уважаемый человек, преображенский, прекрасный, акулок. Человек одержимый. Но некая одержимость, она всегда, мне кажется, все-таки ведет к каким-то перегибам. Когда преображенский говорит о том, что из других стран, это понятно, чушь, никто с других стран не повезет, федеральный закон запрещает. Но когда он говорит, из других регионов, зачем такую чушь-то пороть? Конечно, будут привозить. С Камчатки и привезут. У нас, извините, батенька атомных флот на Камчатке базируется. И привезут оттуда. Для этого и строим. Это цена безопасности нашей Родины. Конечно, с Камчатки привезут. Непременно. И правильно сделают. А как иначе? Почему это строить на берегу? Прямо, на живописнейшем берегу? Ну, давайте не будем передергивать. Это живописнейший берег последние 70 лет отторженный за Министерство обороны. И еще раз говорю, именно в этих бухтах хранятся трехотсечники. Почему до сих пор никого истерики не было? Где была эта истерика два месяца назад? Чего же никто не истериковал, задрав штаны? А как трехотсечники на воде плавают? Никто же истериками не занимался, правда? Черт, теперь-то орать, когда все в порядок приводит. И во-вторых, то, что приводится с Камчатки морем, должно иметь стык море-железодорога. Ребят, где у нас стыкуется на Дальний Востоке море-железодорога, кроме южных портов Приморского края? Научите меня, может, я по выхозной географии. Где? Где еще стыкуется? Вот здесь Владивосток, находка, Врангель, Троица, Пассиет. Рудная пристань. Там через дорогу не выходит к морю. Там выходит узкая колейка, которая построена Бринером. Дорога наканчивается на ночью вывки. Туда, где железная дорога. Но нельзя было построить, допустим, там, потому что Рудная пристань и так уже является одной из самых грязных территорий мира. Там нет железной дороги. Вы как на маяк повезете, Илья? На маяк вы как повезете? На носилках, на верблюдах? Это только Южное Приморье. У нас нет вариантов. В принципе нет, и не может быть. У нас нет другую железную дорогу есть, которая выходит к морю, выходит к порту. Нету. Посмотрите карту. Это хорошо. Это очень хорошо, что мы наводим порядок там, где мы 50 лет его не могли навести. Слава богу, что вывелись ресурсов государства в Росатом. Конечно. Не получится, как мы наводим порядок с загрязнением фекалиями города Владивостока с очистными. Вот так не получится? Все-таки мне кажется, что в Росатоме более адекватные люди, чем в местной власти. Я выражаю такую надежду. Более адекватные. Декабрь. Упавшая елка. Не смешно. Дежавю. Ну, че, ну, опять же, третий раз повторяю, что вода мокрая. В Владивостоку павшая елка. Ну, и че? Ну, да. Пресс-конференция президента, выступление журналистки Приморского края Марии Соловьенко Мне бы меньше всего хотелось с просьбой Меньше всего мне хотелось обсуждать действия наших коллег в данном случае, потому что это мне кажется... Вообще, Илья, подводя итоги года, я бы коснулся на самом деле других вопросов немножко, в частности нерешенных проблем. Вот у нас сейчас Игорь Сергеевич Пушкарев несколько раз уже так с гордостью подчеркивает повышение рождаемости, о том, что у нас нас расширение растет. Он выступил буквально три дня назад в программе «Итоги на ПТР», акценты, вернее, программы. Вам не видно такой парадокс? В Владивостоке стабильность процветания растет рождаемость населения, а население Приморского края сокращается. Ничего там странно смешного нету такого глупого, чтобы этим хвастаться. То хвастаться это нечем. Люди бросают свои глухие деревни и сёны и переживают Владивосток. А мы говорим о том, что у нас растет население. Ребята, у нас и в Москве растет население, потому что отток из Владивостока из Приморья. Вот как-то не надо вот тут спекулировать на святом, что называется. И по-моему главная проблема это депопуляция у нас на Дальнем Востоке. Это отъезд населения. Вот это самое страшное. Проблема, которая не решается. Причем, что уезжают самые разные люди. И из органов власти уезжают толковые ребята, и студенты вчерашние, и учебные. Я рассказал, что впервые за 30 лет на седанке вот сейчас открыли жилье для очередников. Построили... Нет, ну... Это выход вообще из ситуации от того, что люди свои уезжают? А нет. Построили громкий рост Снеговая Пать. Прекрасный. Раздали квартиры людям. Это прекрасно. Но, как оказывается, судя по тому, что отток не остановился, это не все. Это не все решает, что тебе появилась квартира и все-таки заканчивается навсегда. Да продал и уехал. В чем проблема? Еще какие-то другие должны быть вещи. Общая комфортность проживания, общая атмосфера в обществе. Вот это должно быть. Почему люди уезжают? Я не знаю. Я говорю, уезжают-то в полный рост. Хотел привести качество примера. Молодой управленец. Мой старый знакомый, потом про него говорю, Сережа Бакшин. Работал в администрации Крайна. Прекрасно работал с вице-губернатором Мостовичем. Что-то поменялось, раз человек уехал в Подмосковье. Почему? Почему? И таких, как Серега, я могу привести еще сто примеров сходу. У него не было проблемы с жильем. Но он уехал, ему стало тут некомфортно. Почему? И таких примеров кругом пруд прудит. Вот эта проблема главная, которая нерешаема, не решается никем. Ни Пушкаревым, ни Миклушевским, ни Дарькиным не мог бы решить, ни наши, ну и очистленные полпреды, которые старались не замечать долгое время. Теперь увидели, что-то об этом говорят. В это проблема самая главная. А за ней тянется все. Почему уезжают люди, да? Дискомфорт общий, дикие цены, отсутствие реальной культуры, отсутствие нормальной медицины, отсутствие соревновательного образования, когда вот сейчас двухлуху создали, всех остальных придется задушить. Я не знаю. Десятки критериев, десятки, сотни критериев, почему люди уезжают. Вот о чем надо говорить. Вот это проблема номер один, которая не решена. А вы почему не уехали? А, не уехал, да, и не уеду. Уже не уеду. Хотел уехать в 80-х в Австралию. Ну. Главное, если уехал, то все, и ты родителей своих больше не увидел. Это сейчас можно уехал, вернулся, ехал, вернулся. А сейчас уже куда? Кому я старенький мой? Молодым еще туда-сюда можно. Уже поздно. Вопросы интернета. Следующий год будет очень тяжелым в экономическом плане. Прогнозируют, что не все СМИ Владивостока смогут его пережить. Говорят, что некоторые информационные газеты, ой, информационные агентства и газеты могут закрыться. Что выдумать в этом поводу? Переживут ли СМИ лихолетие? И кто потенциальная жертва кризиса? Ну, если верить господину президенту, то нас не ждет никакой кризис или лихолетие. Хотя, с другой стороны, да, мне кажется, что наиболее вменяемые экономисты говорят о том, что нас ждет очень тяжелое время. Это, безусловно, так. Ну, я думаю, я не думаю, что будут умирать агентства и газеты, не думаю. Они часто не сильно жаруют. И уже приучились тому, что пояса затягивать, но форму доходов искать. Приучаются. Нет, не думаю, что кто-то умрет. Наоборот, думаю, что вот и кунул открываться. Я думаю, что такая тенденция старения. Вопрос. Не хотелось ли завязать с профессией? Если бы ушли из журналистики, то в какой области бы хотели работать? Да, вопрос так не стоит, потому что мы еще не умеем. Просто ничего не умею больше. Поэтому стыду своему. А завязать не хотелось бы, потому что эта профессия дает два самых главных ощущения в жизни. И пусть мне все завидуют. Это огромное количество встреч с новыми людьми и знакомств. Как правило, причем людьми очень интересными. И поездки, путешествия, новые впечатления. Это самое дорогое, что может быть. Потому что золотой унитаз с собой в могилу не несешь. Ты можешь купить норковую шуу через 5-донные стрепницы. А я, допустим, был, не знаю, в Париже, в Лондоне, в каких-то еще странах. Спасибо. Эти впечатления всегда со мной. Вот это самое дорогое, что может быть впечатление. Они всегда со мной. Их нельзя износить как ботинки, как шубу. Это самое лучшее. И профессия дает в этом плане огромные преимущества. Мемуары? Мемуары? Нет? А чего? Как вы относитесь к журналистским расследованиям? Например, к идее, в скобочках, не новой, проверить салаты или другую продукцию местных производителей? Насколько важен актуален сегодня подобный жанр журналистике? Это, видимо, наши написали про салаты. Да, ну я не стал зацикливаться на салатах, потому что мне вообще непонятно это вот зацикливание, которое происходит постоянно время на салатах. Можно таким успехом проверять всю линейку, начиная от воды. Славда и прочее, прочее. Это Паша Серебряков производит, давайте с ним и начнем проверять. Поэтому я не стал так зацикливаться на чем-то одном. Что касается идеи журналистских расследований, это самый трудный жанр, который есть в нашей специальности, самый трудный. Самый затратный по финансовым ресурсам, по интеллектуальным ресурсам, по временным ресурсам, самый тяжелый в написании и самый... который может вызывать наиболее количество последствий. Как для того, про кого ты пишешь, так и для тебя, если тебя подудут в суд. То есть, то, что мы говорили на первых курсах студентов, что на любое слово, которое мы говорили в газете, у вас должны быть абсолютно доказательства. И сейф в редакции стоит не для того, чтобы хранить деньги в нем. Денег в редакциях столько никогда нету. А чтобы хранить ваши доказательства того, чем вы написали. записи, документы, копии документов, все, что угодно. Это очень трудно. Тогда следующий. Как вы можете охарактеризовать, видимо, тоже наше действие сахалинской полиции, которая ворвалась в собственную редакцию Сахалин Медиа, блокировала работу журналистов и даже изъяла все компьютеры? Я уже говорил в комментарии, что я меньше всего хотел бы вмешиваться в ваш конфликт с компанией Гидрострой, потому что я не знаю, на чьей стороне там правда, я не владею информацией, чтобы дать оценку. Возможно, в чем-то вы правы, возможно, в чем-то Гидрострой прав, не знаю, не берусь. Но полиция, на мой взгляд, явно перегнула. Безусловно, совершенно перегнула, потому что, как мне говорила, Кишаковская рассказывала, не только, но они даже пытались изымать личные флешки из сумочек и портфелей. Ну, в общем, как-то некрасиво себя вели действительно. Если время позволяет, еще несколько минут. Я вам расскажу такую историю. Мой средний сын работает в Японии, в компании, которая торгует машинами на Россию. Он рассказывает такую историю, на днях она буквально произошла, недавно. Вот мы с ним по скайпу общаемся сейчас. Он говорит, представляешь, говорит, папа, приезжаю сюда на работу, подъезжаю на машине, смотрю, стоит куча полицейских машин и стоит, человек 10 полицейских, космонавты, как у нас ОМОНовцы, в полном удобрении все считали с дубинками, с автоматами, возле нашего офиса на улице стоят. Я сразу спрашиваю сына, а вы одни в этом офисе или еще какая-то компания? Только мы, больше никого нет. Я говорю, захожу, у нас полный офис полицейских японских. Кто в форме, кто в гражданском, ходят, смотрят документы, значит, туда-сюда. Я захожу, говорит сын, говорю, я тут старший, он директор офиса. Я тут старший, в чем проблема? Все вопросы ко мне. Ему говорят, вы подозреваетесь в использовании поддельных банковских карточек. Называют фамилию какого-то пакистанца из 10 имен, там какую-то очень сложную, которую я не запомнил. При этом полицейские, внимание, минуточку, сидят на полу. Не на рабочих местах фотогонников, на полу они сидят. Я спрашиваю сына, жесткие диски изымари, он говорит, нет что-то, они просто попросили нас не включать компьютеры. И то мы настояли на том, что один компьютер, на котором сидит это японский сотрудник, и он сидит на кнопке аукционной, они покупают машину с аукционной. Этот компьютер разрешили включить, просто стоял японский полицейский и смотрел, что он делает. Больше ничего. Они посмотрели бумаги, которые им были нужны, сидя на полу. Попросили у сына банковские карточки его, потому что он как директор распоряжает у них карточек таких. Уехали, после беда привезли, сказали, извините, пожалуйста, вам претензий нет. Все нормально. Я еще спросил, может на тебя там конкурента накатали, кляузу, донос, неважно, это уже неинтересно. Они извинились, вернули, и самоповедение, сравнить, или сидят люди на полу и просят, что-то им подать. И люди приходят и все изымают. Вот, собственно говоря, именно поэтому в Японии отношение к власти, я всегда говорил, по-моему, там построен коммунизм, там доверие между властью и народом с двух сторон, двухстороннее доверие между собой. И вот Россия, когда мы говорили о литовском беспределе, о приморских партизанах, с которых мы начали этот разговор сегодня, это же все как бы одна цепочка, потому что все выстраивается. Вот он. И куда это будет виться? Не очень понимаю. Не очень понимаю. Вся эта реформа МВД, они, по-моему, совершенно бессмысленны, да, то, что делал там Галиев, сейчас на Колокольцев что-то пытаются делать. Тут как-то нужно все иначе делать совершенно. Радикально иначе. Так, что-то я не знаю. Не кажется ли вам, что все усилия журналистов в смысле сделать мир лучше, в настоящее время становятся пшиком? Писатель пописывает, читатель почитывает, а, допустим, казнократ попиливает. И все предели, и всем хорошо. Иными словами, зачем все? Совершенно справедливый вопрос, только его можно обратить на всю, там, четырех- или пяти тысячелетнюю внятную историю человечества. На всю. Вот, собственно, все, что я могу ответить. Ну, тогда зачем писал Толстой, там, не могу молчать, писал разные памфлиты своих, зачем писал Маяковский, зачем писали публицисты. Это было всегда, и 300 лет назад, и 400. Всегда есть определенный процент негодяев, воров, казнокрадов. Всегда есть процент честных людей, процент сумасшедших городских, процент ханжей, процент нормальных людей с адекватными расприятиями. Это все, как бы, нормальное соотношение, и всегда будет, кто-то будет говорить, зачем все это, давайте просто лежать на печи. Есть встречное предложение, есть русская пословица капля-камень точек, поэтому, как бы, если вообще ничего не будем делать, это капля-вой источник. Еще один вопрос про профессию. Если бы у вас был шанс выбрать профессию заново, кем бы вы стали? Я думаю, что я бы, если бы я учился, был бы сегодня 17-летним молодым человеком, заканчиваемым в школу, я бы начал учать языки. Потому что, когда я заканчивал школу, мы жили в стране за железным занавесом, и я понимал, когда мне в школе время учить английский, я говорю, зачем мне его учить? Я все равно туда не поеду, из-за страны их его не пускают. Мы жили в Северной Корее. Языки учить для того, чтобы отсюда... Да не обязательно, чтобы просто общаться адекватно с людьми. Я приезжаю за границу, My name is... Вот, собственно, все, что я могу выговорить, да? Я знаю, допустим, по японски два английских слова. Вилка и пепельница. Когда я прихожу, я пилочками не месю, говорю, дайте, пожалуйста, вилку, дайте, пожалуйста, пепельницу. Все, я счастлив. Это весь мой словарный запас. Конечно, стал учить языки, потому что сегодня мир открыт, к счастью. Надо языки учить. Кто кого в итоге съест, в кавычках? Миклушевский, Пушкарева, или же наоборот? Я думаю, что это нормальная ситуация, которая происходит в подавляющем большинстве субъекта в Российской Федерации. И для более высоких уровней власти, естественно, это всегда выгодно, когда есть некое противостояние, да? Когда можно за одну ниточку подергать посильнее, за другую ниточку подергать посильнее. Для того же, условного трудного, некоего, скажем так. Это нормально. Куда хуже, когда плотная спайка, и люди дерутся с другом, и они в монолите, это всегда опаснее. Поэтому это может продаваться бесконечно совершенно, как это было в более нарочитых формах у Ноздоротенко с Черепковым, уже в таких зашкаливающих формах. Никогда не было взаимной любви у Дарькина с Копыловым, никуда не было. Да и с Владимиром Рикторовичем Николаевым тоже у него любви особо не было никогда. Нормальная ситуация совершенно, но пусть друг друга покусывают. Но просто другое, что не должно принимать смешные формы, совершенно дурацкие, которые он воспринимает постоянно. И не должно принимать хамских оборотов, потому что пока что, конечно, Пушкарев-то посильнее умывает господина губернатора, во всяком случае, его заявление о преступном замысле приватизировать водоканал. Это совершенно прямой плевок, я бы сказал, понятно в чей адрес, и как бы никаких возражений не последовало. Вот. Ну, так это все весело. Мы такие зрители в партере сидим, а там такие гладиаторы такие с трезубцами, да, с сетями, там с чем-нибудь, с мячами, а мы такие ату и пальцем вниз показываем. Нормально как бы, что, давайте развлекаться. Так, 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 так. Что изменилось в приморской журналистике в 2013 году? Что изменилось? Мне трудно досудить, это надо смотреть со стороны, потому что какие-то технические изменения, безусловно, происходят, какие-то сдвиги происходят, но когда сам в этой каши варишься в этом процессе, это очень трудно оценить, это со стороны надо увидеть. Может быть, стала больше развиваться сетевая структура, да, сетевые структуры вот постепенно, не так быстро, как нам хотелось бы, или может, наоборот, хорошо, что они так быстро стали развиваться, потому что тот пример, который вы приводили с Эленором Прей, это только сетевое сообщество. Оно можно поднять в первую голову, да? Вот такие вот, если вещи будут развиваться и происходить, вот это может быть меняется, но еще раз говорю, очень трудно, потому что я сам там варюсь. Качество. Очень трудно. Меняется? В любую сторону. Ну, есть ряд изданий, которые пытаются держать некую планку, да, качественную, пытаются эту планку держать. Я в данном случае не о своей газете, потому что, как бы, я могу о ней говорить только хорошо или ничего, да, о покойном, но, скажем, золотой рок газеты, да, очень приличные издания, конкуренты у Вити Старицын, очень приличные издания, люди, которые пытаются держать планку. Это меня очень радует, потому что действительно, как бы, то есть, говорит о том, что не все продается и покупается, все, конечно, продается и покупается, но тем не менее, люди пытаются делать качественный продукт. Это очень хорошо, это мне очень нравится, это здорово. Поэтому я думаю, что нормально все, все двигается, как должно двигаться. Вообще, для вас, вот, уходящий год, это был годом чего? Вы знаете, если для меня лично, то это был год очень такой печальный, как бы, у меня папа умер в этом году, поэтому для меня он будет таким, вот, как бы, то есть, достаточно табуированным. А в целом, мне кажется, что нормально все. Дети росли. Да, дети, внучки, внучки росли, газеты выходили у нас. Про свою работу могу сказать, что когда мы запускали этот проект в 2009 году, нам сказали, что, ребят, ну это же на три месяца, ну максимум на полгода. Ну вы же помрете, как бы, это же невозможно. Бессмысленно совершенно. Пять лет отметим скоро. Нормально, газетка идет, какой-то авторитет зарабатывает потихонечку. Вот мы опять же Сахара Принепина привезли со спектакля в допрос. Чем очень гордимся. Могу открыть небольшую тайну, хотя какая-то чертовой матери тайна. Дай бог получится, если в апреле привезем Диму Быкова. Это будет, я думаю, огромный подарок для города, потому что Димка человек огромного таланта, огромного просто таланта, мой добрый товарищ. Я ему звонил два дня тому назад и поздравил с днём рождения, как раз обсуждал саму эту проблему, он говорит, как-то начать поехать с радостью, с радостью. Сейчас попробуем состыговать разные планы и попробуем привезти их. Ну и вот тоже, да, в завершение. Вот получилось, что так, что мы сегодня повспоминали, и в основном критика. Вот, ну почему же в основном критика-то, я все-таки не согласен с этим. Как раз говорили с вами о том, какие у нас прекрасные мосты и дороги, вы говорили о том, какой прекрасный Белодворец спорта и прекрасный Гуччи Адмирал. И как раз я не готов говорить, что я критика, выдавайте объективно все-таки. Вот новорожденный этого года, Адмирал, живот новорожденный, прекрасный. Все хорошо, в общем? Нет, зебра, нормально, нормально. Не надо видеть жизнь в розовом цвете, но не надо быть злопыхателем. Когда про магазины говорят, вы такие очервители, вы такие критиканы, я говорю, вы знаете, мы стараемся просто быть адекватными людьми, отображать то, что мы видим. Мы не стараемся никого лизать, но не стараемся злопыхать. Мы называем черное-черное, а белое-белое. Ну вот меня тогда обвинили как-то тоже по поводу критики, что сказали, что кто-то видит цветок в кучу навоза, а кто-то видит, вернее, кучу цветок в кучу говна. Что первичный, да? Вот этот стакан наполовину пустый или наполовину полон? Скажите, Дмитрий. По мне так полон, потому что выпить можно еще. Ну это конечно. Поэтому я думаю, все адекватно. Тут просто как раз есть такая очень важная вещь чувство меры. Я же не задал вопрос. Самый главный. Чей вопрос? Он самый последний стоит. От кого? Я не знаю от кого. Ваши вопросы или из интернета? Из интернета. А, давайте. Я про стакан сейчас. Давайте же скорее. Сколько литров водки вы выпили в 2013 году? А, никакой вопрос злой. Я, кстати, не занимался подсчетами, но могу сказать, что совершенно твердо только одно, что существенно меньше, чем в предыдущие годы, по той причине, что я тут приводился в некоторый медицинский порядок, лечился, делал операцию, и после чего мне было запрещено это делать, и поэтому значительно меньше, чем в прошлые годы. Именно поэтому, что таким образом отвечу. Честно. Вот и вы, дорогие друзья. Держите себя в форме. Не болейте. Итоги, не знаю, итоги, не итоги, подвели, не подвели, но, по крайней мере, вспомнили и дали какую-то оценку. Спасибо большое. У нас в гостях был Андрей Островский, главный редактор новой газеты во Владивостоке. Удачи всем. С наступающим Новым Годом. С наступающим. Будем все живы и здоровы. Самое главное. Да это Бог, да. Всего доброго. Удачи. С наступающих. Субтитры создавал DimaTorzok